Более 30 масштабных мероприятий, тысячи участников, большая география проведения. Всё это масштабных событий в Курганской области, посвященных объявленному губернатором региона Алексеем Кокориным Году развития единства народов за Уралье. Подводя итоги, мы можем сказать, что объявление нынешнего года Годом развития единства помогло ещё больше укрепить наше единство, узнать друг друга, традиции. И с тем, чтобы зауральцы продолжали жить в мире и дружбе. А началось всё 14 января, с Дня Российской Печати. Именно тогда и был объявлен официальный старт. В этот день Алексей Кокорин поздравил зауральских журналистов и полиграфистов с праздником. Он прошёл под девизом «Зауральские журналисты за мир и дружбу». Одним из ярких мероприятий этого года стал Шумихинский Сабантуй 9 июля. Сабантуем назван праздник Плуга. История гласит, что так тюркские народы отмечали завершение посевной, желая друг другу хорошего урожая. На праздник прибыли гости со всего Зауралья, а также представители Республики Татарстан. Объединились народы области в День города, который проходил 20 августа. На площадке «Перекрёсток дружбы» встретились представители сразу четырёх национальностей, проживающих в Зауралье. У всех хорошее праздничное настроение. Я убеждён, что такие мероприятия, они сплачивают население наше многонациональное. А на территории Курганской области проживают свыше 120 национальностей. И вы видите, мы живём все в мире любви и согласии. И я убеждён, что так оно и будет. 3 сентября в Кургане прошло расширенное заседание Ассамблеи народов Зауралья, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На мероприятии вспомнили жертв терактов, говорили о мире во всём мире. Кроме того, участники заседания приняли обращение к жителям региона с призывом противостоять экстремизму и терроризму. И мусульманская вера, и христианская, они все однозначно говорят, что нельзя убивать человека. У христиан это заповедь «Не убей», а в Коране у мусульман написано о том, что убийство одного человека может приравниваться к убийству всего человечества. Ещё одно знаковое событие прошло 3 октября. В правительстве области провели информационный день для журналистов местных СМИ. Одну из тем обсудили реализацию государственной национальной политики на территории региона. Сохранение мира и согласия населения в регионе во многом результат совместной работы органов власти, общественных организаций, СМИ и других структур. В этом году правительство области также активно взаимодействовало и с Ассамблеей народов за Уралья, и с национально-культурными объединениями в реализации всех тех мероприятий, которые предусмотрены в плане нашей работы совместной. Думаю, что нашими совместными усилиями удается нам сохранять мир и согласие в Курганской области. 4 ноября в День народного единства по всему Зауралью прошли митинги. Их участниками стали около 3000 человек. Главная площадка была расположена в областном центре около кинотеатра «Россия». А уже 7 ноября в Китовском районе состоялся пятый областной форум «Многонациональная молодежь Зауралья». Юлия Пастухова, Александр Менчиков, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.